тактических задач. Я думаю, что большинство из вас слышали, что надо ежедневно работать над своим комбинационным зрением, но далеко не все знают, какие для этого есть варианты, чем они между собой отличаются, что же следует предпочесть. Итак, на фото мы видим Наталью Погонину, и по ней сразу заметно, что она задумалась, где же ей брать тактику в очередной раз. Такие очень тактические на ней каблучки, я бы сказал. Туфли, точнее, с каблучками. И мы поговорим сегодня о трех основных источниках. Это книжки, сайты и специализированный софт для решения тактики. Итак, по порядку. Старый добрый метод – это книжки. Чем хороши книжки с тактическими заданиями? Во-первых, если вы являетесь, например, таким же библиофилом, как я, то вы уже испытываете определенный благовейный трепет от возможности подержать в руках ту или иную книгу. И опять же, если в вашей жизни, например, слишком много компьютера, вы постоянно проводите время в интернете, то, возможно, вам захочется эту ситуацию поменять и куда-то выбраться на природу, взять с собой бумажный источник информации, что куда приятнее. Потом, книжки – достаточно экономичный вариант, так как тактический сборник можно купить, может быть, за 100, за 200 рублей, а он вам прослужит несколько месяцев, если не лет. Поэтому крайне бюджетно. Естественно, удобно. То есть, тем самым мы начинаем жить более эффективно и не тратим время впустую. Скажем, едете вы в метро, берете книжечку, решили несколько заданий, главное, свою остановку не пропустили, и все у вас хорошо. Или, как сейчас помню, идет семинар по истории в университете, главное вовремя услышать вопросы, все остальное время можно порешивать тактические задачи. Так что тоже отличный вариант. Но у книг, тем не менее, есть и очевидные недостатки, к сожалению. Во-первых, книга имеет свойство рано или поздно заканчивается, как мы все знаем. И даже если вы ее, пользуясь советами разочных тренеров, прорешали на один раз, потом отложили, повысили интенсивность, с которой вы ее решаете, скорость задач, прорешали ее второй раз, и так далее, но рано или поздно она вам надоест, если вы, конечно, будете работать над шахматами серьезно, а не на скоками по чуть-чуть. И поэтому вам, естественно, придется переходить на новую книгу. Потом книги все-таки занимают место. Я хоть и говорил про мобильность, но не каждый из нас готов куда-либо ехать, выбираться, скажем, я упоминал на отдых. Вот едете вы в парк, и хочется вам посидеть на скамеечке, погулять у пруда, еще что-нибудь. А выясняется, что вам все время надо с собой носить какую-то авоську или в карман ее как-то запихивать. В общем, будете напоминать такого чудаковатого профессора из фильма, который вечно идет и на ходу что-то пытается читать. То есть это не всегда комфортно. Дальше возникает такая проблема, как сложность проверки. Потому что вы, например, решили задание. Во-первых, предполагается, что вас должен оценивать какой-то тренер, который вам говорит, правильно или нет. То есть ответ вы не должны подсматривать. А тренер не у всех есть, и не у всех близкие хотят помогать. Друзья там, родные. А второй момент, даже зайдем с другой стороны, другой аспект. Предположим, вам есть кому помочь, но требуется определенная квалификация. Вот вы хотите сделать какой-то ход, вот он вам очень нравится, вы считаете, что ваш вариант выигрывает, а в книжке написано не то. Откуда вы знаете? В книжке, во-первых, бывают ошибки, во-вторых, бывают неоднозначности. То есть, например, ваш вариант хорош, а там вариант совсем разгромный. Поэтому, или уж будем более реалистичными, вы чего-то не понимаете, а выясняется, что подсказать некому. Вот вы можете сидеть, 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 так ничего не узнаете. Поэтому, все-таки, отсутствие возможности себя проверить, вот некоторая ограниченность данных там ответов, это существенный недостаток. Ну, естественно, нет интерактива, потому что, опять же, во-первых, как-то вы не ощущаете, что вы именно играете партию, надо посчитать все в уме. А во-вторых, все-таки, хотя тактику предполагается решать в большинстве своем именно в уме, то есть не передвигая фигуры по доске, но я знаю, что многим нравится именно ощущение, что вот соперник сделал ход, и теперь я могу ему ответить. А не так, что вы сидите с какой-то диаграммой абстрактной, смотрите на нее и домысливаете, что там произойдет, и потом записываете денег на листочке все варианты. То есть, далеко не всем это нравится. Поэтому, именно в плане юзабилити, конечно, книги отстают. Теперь, второй вариант, наверное, в современном мире самый распространенный, это сайты. Ну, во-первых, почти любой шахматный сайт себя уважающий или не очень публикует какую-нибудь там задачу, отдачу дня, как правило, достаточно дешевую, но тем не менее. Но я бы даже поговорил о более профессиональных порталах, таких как chess.com, chess.tempo.com, chess.problems.org. Ну, их много на самом деле, я не хочу здесь никому пиар делать, поэтому можете просто в гугле набрать там chess.problems, chess.tactics, вам куча появится вариантов, чтобы посмотреть. И тоже сейчас чуть поговорим о достоинствах и недостатках решения тактики онлайн. Во-первых, когда вы решаете онлайн, если говорить о плюсах, то, конечно, присутствует тот самый интерактив. То есть, вы делаете ходы, вам программа отвечает, и складывается ощущение, что вы играете полноценную партию. Во-вторых, как правило, там везде встроен либо движок, либо хотя бы прописаны основные варианты, но в современных сайтах, конечно, встроен движок, и если что-то вам кажется непонятным, сомнительным, какие-то у вас свои мысли есть, то вы включаете движок, вводите свой ход, и он вам показывает, например, бац, а вы что-то зимнули. Или там, например, бац, а оказалось, что у вас все здорово. То есть, поэтому у вас есть возможность себя проконтролировать более эффективно, чем в случае с книгой. Третий плюс – это то, что, естественно, подавляющее большинство таких сайтов доступны совершенно бесплатно. Есть и исключения, там, где требуется платить членские. Но, опять же, здесь все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей, потому что, если вы по той или иной причине ограничены в средствах, то можете найти всегда бесплатный вариант, весьма достойный. А если вам нравится какой-то конкретный интерфейс и всякие фичи, фишки, то тогда вы можете оплатить, как правило, тоже достаточно символический взнос и зарегистрироваться на каком-нибудь более престижном тортале, скажем так. Ну и, конечно, мобильность. То есть, здесь вам не надо не таскать с собой никакие фолианты. Вы заходите в интернет, и плюс сейчас очень популярны стаи всяческие гаджеты или интернет на мобильных телефонах. Есть соответствующие программы, которые позволяют все это скачать там. То есть, поэтому это очень удобно. И вам ничего посудило с собой, кроме вашего смартфона, там, чем вы пользуетесь. Не надо носить, то есть, всегда доступно. Но есть и некоторые минусы, и специфические особенности. Во-первых, подбор заданий. Вообще, вот мой опыт лично показывает, что на большинстве сайтов именно дается какая-то такая тактика, которую я называю щелчки. То есть, даже если она оценивается достаточно высоко, то все равно там, к правилу, идут какие-то форсажи, идут какие-то выигрыши материала или постановка мата. То есть, во-первых, там не дается именно такой творческой динамической тактики. Знаете, там пожертвовал ладью за какую-то компенсацию, или там, и потом играешь, наращивая инициативу. В общем, во-первых, там, как правило, именно такая конкретная тактика. То есть, как я сказал бы, тактика более низкого уровня. Во-вторых, она все-таки носит такой хватательный характер, чаще всего, то есть щелчковый. То, что мы называем дешевая тактика. И, естественно, далеко не везде сбалансированный темп. А темп вас как-то подгоняет. Потому что есть порталы, которые говорят, например, вы должны задачу решить за 40 секунд, иначе вам 0 баллов. Или там еще что-то. А вы, может, не хотите решать за 40 секунд. То есть, конечно, опять же, они стараются это как-то кастомизировать, давать вам выбирать, хотите вы решать на время или не на время. То есть, выбирать такие опции. Но, тем не менее, иногда, если где-то такой опции нет, или если вы что-то напутали, то вас это может начать нервировать. Или есть люди, которые там принципиально хотят в обсчет, то есть со временем. И тогда получается, что вы, например, может быть, планировали подумать, чему-то поучиться. От вас требуют именно хватательные рефлексы. То есть, там, за 30 секунд найдите, за 40 секунд найдите. И, конечно, это тоже очень такая специфическая деятельность. И еще один достаточно существенный минус – это заблуждение о собственном рейтинге. Опять же, если вы шахматист, скажем, регулярно выступающий в соревнованиях, то вы и так свой рейтинг знаете и, наверное, не испытываете никаких иллюзий. Но ведь подавляющее большинство людей, которые решают тактику, или занимаются шахматами на досуге, у них там есть работа, учеба, дела, и они на турниры либо вообще не выбираются, а просто интересуются шахматами, либо выбираются раз-два в год. И поэтому они даже не всегда представляют, какая у них сила игры. И не все из них имеют рейтинг, более того. То есть, многие играют в обычных каких-то турнирах. Тоже надо отметить. Поэтому проблема в том, что, к сожалению, очень сложно так настроить именно этот самый аппликейшн, чтобы он вам не выдавал адекватную оценку, которая имеет какую-то достоверную корреляцию с тем, что происходит в реальной жизни. Поэтому очень часто эти сайты тешат ваше эго. То есть, вы там получаете какие-то заоблачные рейтинги, и они не соответствуют потом действительности, потому что я, например, специально как-то, мы сделали небольшое такое исследование, посчитали, какая медиана, скажем, рейтингов, гроссмейстеров в тактикс-тренере на Ческоме международных мастеров. У мастеров так получилось, что у гроссмейстеров 2,800, средний был рейтинг, у мастеров 2,600 международных, а у мастеров Фидея 2,500. То есть, как вы заметили, везде там на 200 или 200 с лишним пунктов разница. Поэтому люди часто начинают как-то себя переоценивать, когда они посмотрят на свои показатели. Во-первых, все-таки надо помнить, что тактика, это, вопреки тому, что сказано на первом слайде, все-таки не все, что есть в шахматах. А во-вторых, надо понимать, что эти рейтинги в какой-то степени иллюзорны. То есть, там вы можете смотреть относительно других людей. Опять же, если это тот же, как тот же Ческом, то вы можете посмотреть конкретных персонажей. Вот так вот, глянуло профиль, например, у него Фиде там 2,300, а тактикс-тренер, например, 2,400. А у вас, например, тактикс-тренер там 2,700. Вы думаете, да, довольно неплохо. Потом вы смотрите, находите конь 2,200, а у него тактикс-тренер там 2,800. Вы думаете, ну, не знаю, что-то у меня меньше. Поэтому я имею в виду, что есть возможность сравнивать с реальными людьми. Поэтому гораздо интереснее. Переходим к третьему, последнему. Ключевому источнику информации – это специальные программы. На самом деле, здесь почти все то же самое, что и в случае сайта. То есть, тоже интерактив. Можете видеть ходы, получать, проверять это с движком. Программы, как правило, за символическую стоимость можно приобрести. Также их можно установить на смартфон. То есть, здесь почти один в один все. Но из минусов – некоторые программы не имеют какой-то поддержки, обновлений. И поэтому они в этом плане сходны с книгами. То есть, вы один раз ее купили, дальше, если у вас задания закончились, то вы ходите, скучаете. И второй момент – это то, что тоже складывается определенное заблуждение касательно рейтинга. И если говорить про специфичность заданий, то да, опять же, применимо рассуждение о том, что бывают проблемы с решением на время, или вам характер задания не нравится. То есть, если я говорю, что в случае сайтов там чаще всего щелчки, то в случае, например, с ведущими какими-то продуктами, тот же вот CityArt, он, с одной стороны, очень хороший, в том смысле, что он так по-изуитски совершенно заставляет вас все ветки разбирать, доказывать, что вы все понимаете под варианты ключевые. То есть, каждый ход там вводить правильно. То есть, он вас так просто не отпустит, будет, что называется, мучить. Но, с другой стороны, если вы заходите порешать тактику именно в плане развлечения, или для того, чтобы в Блиц потом хорошо подать, войти в форму, то в таком случае вам эта программа может оказаться не столь приятной, потому что она вас измотает, замучает, и вы устанете вместо того, чтобы какой-то позитив извлечь. Так как тот же CityArt, там очень большое количество заданий именно с длиннющими вариантами, подветками и какими-то этюдами, то есть, над которыми надо сидеть, это предполагается. Притом, ломать голову там по 3, по 5, по 10 минут и так далее. То есть, я имею в виду, что это хорошо очень для работы систематической над шахматами, межсезоннее между турнирами, скажем так. Но при этом неприменимо, как я уже упоминал, если вы хотите просто освежить свое тактическое зрение перед каким-то очередным соревнованием, или хотите в Блиц играть, то опять же, какая разница, что вы можете решить какой-то этюд за 10 или 15 минут, если вам надо 3-х минутку, предположим, играть. Поэтому, если вы хотите играть 3-х минутки, то заходите на коин-сайт и решайте там щелчки или берите книги. То есть, я имею в виду, что здесь даже, наверное, правильнее сказать, что это не минус специфических заданий и темп, а это вот такое очень двоякое понятие, неоднозначное. То есть, вы должны четко понимать, какую вы ставите перед собой цель. Например, цели могут быть, я думаю, мы об этом поговорим, правда, в другом видео тоже. То есть, какие можете ставить цели там? Начать лучше играть или прийти в форму, или весело провести время, или, например, убить время опять же. То есть, я имею в виду, что вы должны четко давать себе отчет, какой ваш мотив, чего вы хотите добиться. Итак, сегодня мы обсуждали, какие бывают источники тактики в этом мире, откуда ее можно брать. А в последующих сериях мы поговорим на другие актуальные темы, связанные с решением тактики. И, может быть, что-нибудь вместе порешаем. Также, несмотря на то, что у меня уже какая-то подборка идей есть, о чем мне хотелось бы с вами побеседовать, то есть, какие-то мысли донести, тем не менее, вы можете в комментариях к видео задавать вопросы. Возможно, именно ваше предложение или замечание вдохновит меня на создание ролика тематического именно по данному вопросу. Поэтому вашим отзывом я буду очень рад. И увидимся. Спасибо.